Здравствуйте, дорогие друзья! Приглашаем вас на беседу по книгам Священного Писания. Мы продолжаем читать Псалтырь. Многие из псалмов написаны Давидом, и я думаю, в начале нашего сегодняшнего разговора будет уместно немного коснуться личности Давида. Он был человеком, который посвятил свой жизненный путь Богу. Он жил в атмосфере духовности, несмотря на все многочисленные бури, штормы и потрясения, которые ему довелось испытать. Считая псалмы, написанные Давидом, в такое мрачное время, время испытаний, время поражений, мы удивляемся тому, что не находим в них ни единой нотки отчаяния, ни намека на страх, ни слова о печали. В них нет ни горя, ни сожалений. Автор этих псалмов поет о спасении. Его гимны — это полнокровная, радостная песнь, славословие Господу, полная оптимизма. Остается лишь удивляться, как он мог писать такое восхваление в столь тяжкий час. Псалмы Давида раскрывают перед нами образ человека, у которого складываются поистине драгоценные отношения с Богом. Давид изливает свое сердце перед Богом. Разговаривая с ним, он признается «ты мое спасение», «ты моя твердыня». Многие чувствуют себя скованно, когда участвуют в молитвенном собрании или церковном служении. Они скованы, когда молятся, потому что настроены говорить с Богом на людях только правильными и верными словами. Конечно, в публичной молитве нет ничего дурного, но если вы стесняетесь сказать то, что лежит у вас на сердце, то вы ведь можете просто отойти в сторонку и побыть наедине с Богом. Возможно, вы обратитесь к Богу, когда будете находиться в транспорте, или же когда уединитесь в тихой комнате у себя дома и найдите место, где вы сможете спокойно побыть с Богом. Действительно, бывает время, когда нужно сдерживаться. А бывает и такое, когда надо совершенно искренне, в простоте сердца сказать Богу все, что думаешь. Когда я был в посадении, то мои заботливые хозяева из молитвенной группы постелили у меня в комнате пушистый коврик. Это был мой первый пушистый коврик, и я его очень полюбил. Он помогал мне почувствовать себя комфортно и раскованно. Опускаясь на него, я обращался к Господу и изливал перед ним свое сердце. От этого мне становилось легче. И я полагаю, что такое полное открытие себя перед Богом вам тоже не повредит. Это лучший способ получить заряд бодрости. Именно такой пример подает нам царь Давид в своих псалмах. Сегодня мы с вами рассмотрим 62-й псалом. Его тема «Жажда воды жизни». И в самых первых его строках мы читаем псалом Давида, когда он был в пустыне Иудейской. Это необычный псалом. Он источает благоухание. Он исцеление для наших ран. Целительный бальзам. Великолепный псалом для церкви, ибо он рассказывает о стремлении утолить свою жажду водой жизни. Иоанн Златоуст говорит, что отцы церкви решили ни дня не проводить без публичного пения этого псалма. И в ранней церкви его исполняли каждое утро и на каждом богослужении. Утренние службы непременно начинались с него. В 62-м псалме выражено множество прекрасных мыслей. Читаем стихи 2 и 3. «Боже, Ты Бог мой, Тебя от ранней зари ищу я, Тебя жаждет душа моя, По Тебе томится плоть моя в земле пустой и сохшей безводной, Чтобы видеть силу Твою и славу Твою, Как я видел Тебя во святилище». Доктор Гебелайн переводит эти два стиха так. «О Боже, Ты Бог мой, С утра я ищу Тебя, Душа моя жаждет Тебя, Плоть моя страдает по Тебе В сухой безводной, жаждущей земле. Я хочу видеть Тебя, Как видел во святилище, В Твоей силе и славе». Это слова верующего. Ибо только верующий может так говорить. Бог вечный, единственный, Превосходит всяческое человеческое понимание. Он творец и искупитель. Он отец мой. Он тот, кого искал Давид. Давид знал, что такое жажда. Он прятался в пещерах вдоль побережья Мертвого моря. А это одно из наиболее сухих мест, Которые я когда-либо видел. Калифорния, Аризона и Нью-Мексика В этом отношении не могут даже сравниться С пустыней вокруг Энгадди. Это место, где действительно можно понять, Что такое жажда. Если вы когда-нибудь очутитесь там, Берите с собой запас воды. Душа Давида жаждала Бога. А испытываете ли подобную жажду вы? Любите ли вы Бога, Или же он стал для вас бременем? Мы должны жаждать его. А вот что говорит Давид в стихах 5 и 6. «Так благословлю тебя в жизни моей, Во имя твое вознесу руки мои, Как туком и елеем Насыщается душа моя, И радостным глазом Восхваляет тебя уста мои». Давид утверждает, что общение с Богом Для него приятнее, Чем изысканный обед. Продолжаем читать стихи 7 и 8. «Когда я вспоминаю о тебе на постели моей, Размышляю о тебе в ночные стражи, Ибо ты помощь моя, И в тени крыл твоих я возрадуюсь». Давид думал о Боге, Размышлял о Нем по ночам, Когда не мог заснуть. Друзья мои, Думайте о том, Как благ наш Бог. Это гораздо лучше, Чем считать слонов или овец, Когда вы не можете заснуть. Далее в стихе 9 Давид пишет. «К тебе прилепилась душа моя, Десница твоя поддерживает меня». Наши души тоже могут прилепиться к нему. Это замечательный, великолепный псалом. Не забывайте, Что он написан для утреннего богослужения, И в ранней церкви его пели на каждой утренней службе. Жалко, что эта традиция не прижилась во многих наших современных церквях. А сейчас мы приступаем к изучению 63-го псалма, Тема которого – непреложность грядущего Божьего суда над злом. Этот псалом тоже соотносится с конкретными историческими обстоятельствами жизни Давида, Хотя мы не можем точно сказать, с какими именно. Как пророчество, этот псалом рассказывает о будущем Израиля в период великой скорби и о благочестивых людях, Которые будут обращаться к Господу за поддержкой. Кто-нибудь, возможно, скажет. Как много псалмов написано об испытаниях Израиля в дни великой скорби. Да, их много, и все они понадобятся людям, как примеры молитвы и упования на Бога. Этот псалом может оказаться полезным и нам с вами. Послушайте второй и третий стихи. «Услышь, Боже, голос мой в молитве моей! Сохрани жизнь мою от страха врага! Укрой меня от замысла коварных, от мятежа злодеев!» Давид снова просит здесь Бога сохранить его жизнь. Он неоднократно произносил такие молитвы. Молитва была его убежищем. Причем единственным убежищем. И молитва станет единственным убежищем Израиля в период великой скорби. Этот краткий псалом завершается словами, в которых выражена надежда Давида и его вера в Бога. Ибо Бог был его единственной надеждой. Я прочитаю вам стихи с 8 по 11. «Но поразит их Бог стрелою, внезапно будут они уязвлены. Языком своим они поразят самих себя. Все, видящие их, удалятся от них. И убоятся все человеки, и возвестят дело Божье, и уразумеют, что это его дело. А праведник возвеселится о Господе и будет уповать на Него. И похвалятся все правые сердцем». Когда я смотрю на современный мир, я прихожу к выводу, что мы не можем больше возлагать надежды на государственных и политических деятелей. На науку и образование тоже больше надежды нет. Все они терпят неудачу. Мы должны поступать по примеру Давида. Так в будущем поступит и Израиль. Уповайте на Бога. Бог — наша единственная надежда на сегодняшний день. Псалмы 64 и 65, к которым мы обратимся во второй половине нашей сегодняшней беседы, — это песни тысячелетнего царства. 64-й псалом начинается словами «Начальник у хора, псалом Давида для пения». Этот псалом известен как псалом совершения. В книге Деяний, глава 3, стих 21, говорится о временах совершения всего, что говорил Бог устами всех святых своих пророков от века. Совершение всего не значит, что все будут спасены, хотя именно этот стих используют для обоснования своих взглядов универсалисты, полагающие, что в конце концов вся селенная примирится с Богом и что все люди будут спасены. Что же такое это все, которое будет совершено? В послании к филиппийцам, глава 3, стих 8, апостол Павел пишет, «Да и все почитают щитою». Неужели он имеет в виду все, что находится во вселенной? Очевидно, нет. Значит, все — это именно то, что говорил Бог устами всех святых своих пророков от века. А пророки говорили о восстановлении Израиля и нигде не давали никаких пророчеств об обращении и искуплении злодеев. Итак, послушайте начало Псалма, стих 8. «Тебе, Боже, принадлежит хвала на Сионе, и тебе воздастся обет в Иерусалиме». Сион здесь следует понимать буквально. Здесь не идет речь о небесном Сионе. Это конкретное географическое место на земле. Я увидел знак, показывающий направление к горе Сион, и поднялся на нее. Уверяю вас, на небесах мне в тот день побывать не удалось. Гора высокая, подниматься на нее трудно. И когда Давид говорит здесь о Сионе, он имеет в виду именно это место. Люди, искупленные Господом, выражают свою радость и ликование. Мы читаем об этом в последующем тексте. Я прочту вам стих 5, а затем стихи с 10 по 14. «Блажен, кого ты избрал и приблизил, чтобы он жил во дворах твоих. Насытимся благами дома твоего, святого храма твоего. Ты посещаешь землю и утоляешь жажду ее, обильно обогащаешь ее. Поток Божий полон воды. Ты приготовляешь хлеб, ибо так устроил ее. Напаяешь борозды ее. Уравниваешь глыбы ее. Размягчаешь ее каплями дождя. Благословляешь произрастаниями ее. Венчаешь лето благости твоей. И стези твои источают туг. Источают на пустынные пажицы. И холмы припоясываются радостью. Луга одеваются стадами. И долины покрываются хлебом. Восклицают и поют. Все вокруг поет. Мы находим здесь прекрасную панораму тысячелетнего царства. В пустыне расцветают розы. На земле наконец-то воцарился мир. Той же самой теме посвящен Псалом 65. Он адресован просто начальнику хора песнь. Написал ли этот Псалом Давид? Неизвестно. Но вполне может быть. Нам вообще ничего не говорится о времени написания этого Псалма. Хотя многие полагают, будто из его текста можно определить, чем вызвано его составление. В любом случае, мы находим здесь восхваление Бога и прекрасный богослужебный текст. Послушайте восьмой стих 65-го Псалма. Благословите народы Бога нашего и провозгласите хвалу ему. Этот стих относится к тем будущим временам, когда Израиль вернется на свои земли. Пророк Иезекииль предсказывал, что в этот день израильтяне снова принесут жертвы. Что это значит? Если в ветхозаветные времена жертвоприношение совершалось как предвестие прихода Христа, то теперь эти жертвы будут напоминать о его свершившемся пришествии. Каждый заклонный и принесенный в жертву Агнец будет напоминать об Агнце Божьем, который взял на себя грех мира. Том самым, что упомянут в первой главе Евангелия от Иоанна, стих 29. Псалмы, которые мы сейчас рассматривали, а также те, которые мы будем читать в следующий раз, отражают последний, окончательный замысел Бога, относящийся к судьбе всей земли. Это великие псалмы о тысячелетнем царстве. Некоторые называют даже следующий, 66-й псалом миссионерским, полагая, что в нем описывается церковь в период после тысячелетнего царства, когда она обратит к Богу весь мир. Однако, на самом деле, это не миссионерский псалом как таковой. О церкви там вообще ничего не сказано. Я не думаю, что в псалтыре вообще идет речь о церкви, разве что символически, в нескольких местах. Например, в 44-м псалме говорится о церкви, как о царице в афирском золоте. Это прообраз церкви, которая будет с Господом Иисусом Христом во время Его земного царствования. Рассматриваемая нами группа псалмов прежде всего пророческая. В них описывается период окончания нашего нынешнего земного бытия и время наступления тысячелетнего царства. В период тысячелетнего царства мир будет обновлен, преображен. Бог будет дарить людям благословение, и вся земля станет жить в покорности Ему. Проклятие будет снято с человечества, и мы сможем петь хвалебные песни. Даже я смогу присоединиться к хору, поющему Аллилуйя. В заключении нашей сегодняшней беседы я хотел бы обратить ваше внимание на то, насколько велика разница между истолкованием Писания и его применением. Я боюсь, что многие богословы, изучающие Библию, так стремятся к интеллектуальной и эзотерической истине, что забыли одно из простейших правил понимания Писания. А правило это таково. Все Писание предназначено для нас, но не все оно рассказывает о нас. И в частности, рассматриваемые нами псалмы написаны для нас, но не все они о нас. Есть великий принцип герминевтики, или науки толкования, который предполагает, что толкование и его применение – разные вещи. Толкование обладает предопределенностью содержания. В основе толкования находится форма, то есть непосредственно текст. Следовательно, значение Писания неизменно. Писание не может означать все, что вам хочется. Но существует еще применение, которое более эластично и гибко, хотя оно в той же мере должно быть основано на точном толковании. Чтобы пояснить свою мысль, я хочу привести очень простой пример. Поговорим об алмазах. Их можно подвергнуть огранке, вставить в оправу и носить на пальцы. А вот несколько лет тому назад я впервые был в Вашингтоне, где побывал в институте Смитсона, и там, среди всего прочего, увидел знаменитый бриллиант Хоуп. Находясь в зале, я заметил интересную вещь. Люди безучастно проходили мимо многих других экспонатов выставки, но все они останавливались посмотреть на этот бриллиант. Они, конечно же, поражались его размером и стоимости, но, как мне кажется, в их чувствах сквозила прежде всего жадность, которая таится в каждом человеческом сердце. Они позабыли, что этот бриллиант нельзя носить на пальцы и что у него нет никакой практической ценности. Экскурсовод сказал нам, что если на нашу страну нападут или если произойдет еще что-нибудь ужасное, то система обеспечения безопасности этого алмаза автоматически переместит его куда-то под землю в основание института Смитсона под укрытием мощного фундамента. Но в любом случае этот громадный бриллиант вообще не имеет никакой ценности ни для одного человека. Это просто большой камень, злосчастный и злополучный. Чтобы он принес пользу, нужно поместить его в обрамление. Так и Писание должно получить соответствующее обрамление, то есть быть истолковано. А потом нужно надеть его на палец нашего личного опыта, то есть найти Писанию определенное применение. Есть старая поговорка «Если туфли вам впору, остается их только надеть и носить». Если же вы читаете псалом, и он говорит что-то вашему сердцу, а Бог может говорить с вами через любой из псалмов, значит, это послание от Бога, которое вы можете применить в своей жизни. Например, в Откровении есть рассказ о семи церквях Азии. Эти слова Бога могут получить частное толкование и частное применение. Завершается же это послание Иисуса Христа призывом слушать. То есть Христос обращается к тем, кто способен слушать. И если у вас есть уши, значит, Христос обращается со своими словами именно к вам. Прочтите третью главу Откровения, стих 13. «Имеющий ухо дослышит, что дух говорит церквям». То есть каждый может найти применение посланию, с которым обращается к нам великий Бог. И в заключение нашей сегодняшней беседы мне остается лишь пожелать вам всегда находить правильное толкование и применение всему, что вы читаете в Слове Божьем. Пусть ваше сердце будет восприимчиво к великим истинам так же, как к маленьким личным откровениям, которые посылает вам Бог. На сегодня все. Я прощаюсь с вами. Всего вам доброго. До новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok